Понимаете, человек должен очень четко, вот я постепенно включился вот в эту энергию природы и сейчас нахожусь под ее влиянием, читаю вам лекцию. Ну то есть, чувствуете мою энергетику такую спокойную такая, доброжелательную, это не моя энергия, это энергия вашей природы, я ей зарядился и с ней сейчас сижу. Это называется победа над судьбой. В это время очень хорошо, когда ты бежишь слушать лекцию какую-то очень возвышенного человека или духовную музыку, то есть нужно еще через уши получать энергию святости во время бега. Но каждый человек должен бегать начать. Не ходить именно, а бегать. Потому что бег – это естественный способ очищения организма. Когда человек бежит, он между сном бодрственнее находится, он такой забывается, и у него такое плавное-плавное движение. Когда человек идет, он дергается. А бежит он плавно, так плавное движение, он как будто засыпает, и он соединяется с природой со всей. И через 15 лет в минуту бега человек начинает очищать свою жизнь. Я изучал когда на себе это все. Я начал три года назад бегать, возобновил с большим перерывом. Я закончил где-то в 20 лет там, потому что мне сказали, что если бегаешь, дыхание учащается, значит меньше живешь. Это полный бред. Не слушайте вот эту всю, предываете все идеи. Вот. Я начал бегать, и сначала 500 метров пробежал, задохнулся. Хотя йогой всю жизнь занимался до этого, и молитвой. Но не бегал. Пробежал 500 метров три года назад. Не начал каждый день бегать. Потом, когда начал бегать больше 5 километров, я понял, что надо бегать через день. Потом, когда начал бегать 10 километров, я понял, что надо бегать уже через 2, через 3 дня. И сейчас бегу где-то через 5 дней. 16 километров через 5 дней. Организм все это время восстанавливается. 5 дней у меня заряд хороший в организм, потом проходит 5 дней, опять бегу 16 километров. И так поддерживаю. Я вижу, как меняется тонкое тело, психика моя. У человека 4 психических цилиндра в тонком теле, в психическом теле. И первые 15 минут идет подготовка. Когда человек бежит, 15 минут. Или идет 40 минут. Идет подготовка к очищению организма. Потом, дальше, в следующие 20 минут, то есть 35 минут бега, протещается первый психический цилиндр. Этот психический цилиндр, самый наружный, связан с мыслями человека, его эмоциями. Связан с сном, с возможностью засыпать. С памятью человека связан. И вот это все за 35 минут, если человек бегает, у него все это начинает восстанавливаться. Мышление, память, сон. Эти функции. Следующие 20 минут, то есть 55 минут очищается. Второй цилиндр психический. Который связан с эмоциями, настроением человека. Связан с концентрацией внимания. Связан с такими функциями, как оптимизм, как с пессимизм. С этим совсем. Еще 20 минут, час 15, если человек бежит, пропущаются третий психический цилиндр, который лечит уже депрессию человека. За счет депрессии находится, оттого еще глубже. И час 15 надо бежать непрерывно, чтобы прольчилась депрессия. И четвертый психический цилиндр связан с адекватностью и неадекватностью. То есть там находятся психические заболевания. И духи там сидят. Если человек час 35 бежит, то он вышивает духов из себя. И психику делает крепкой, она не способна подпадать под влияние злых сил каких-то. Понимаете? Это называется аскеза побеждающей судьбы. Если ты бежишь, как? Не напрягаясь. Не быстро, не медленно. В позитивном состоянии сознания. Ты как будто бы просто испытываешь счастье. Ты себя не заставляешь. Ты просто спокойно созерцаешь этот мир, бежишь, как будто отвлекаешься от самого себя. В это время ты слушаешь лекцию или слушаешь духовную. Ты бежишь сколько, столько, сколько можешь. Вот по 16 километров я начал бегать или час 40 где-то я начал бегать всего лишь месяцев 7. До этого я просто приходил к этой дистанции. Я знал, что мне столько надо уже. Но я не мог. Я постепенно увеличил, приходил к этому. И в мае месяце прошлого года я пришел к этой дистанции. Вернее, в октябре прошлого года я пришел к этой дистанции, которая меня полностью уже очищала. Я к ней пришел и начал уже поддерживать это количество километров.